На краю болота лежала матерая. Волчица еще издалека услышала шум прилетевших птиц. Бешумно подошел волк-самец, за ним два волка-первогодка и замыкали шествие, след в след, четыре волчонка, выводок этого года. Во влажном мху оставались глубокие следы. Перестроившись, впереди шла волчица, волчата и последним волк. Молодняк от нетерпения норовили забежать вперед, но грозный оскал матери укращал их азарт. Непонятно откуда, выскочил и плелся далеко позади стаи, тощий с шерстью, торчащий скатанными клочками маленький звереныш. Он торопился догнать свою семью, но делал это так шумно. Волчонок боялся, что его прогонят, как было уже не раз. Суровый предупреждающий взгляд волка-самца заставлял дрожать и припадать к влажному мху. От мокрых живота и лап он совсем замерз, но больше всего его страшило потеряться и отбиться от стаи. У самого озерка звери разделились. Одна группа с самцом пошла в обход, вторая с волчицей осталась в засаде. Здесь их логово, здесь родились и выросли волчата. Тут малыши познакомились со старшими первогодками. Прошлогодние волчата-переярки жили почти отдельно, но не покидали родителей. Для младших они никогда не приносили еду, даже отбирали и доедали несъеденное. Часто родители уходили на охоту, щенки сидели тихо и терпеливо ждали возвращения. В первые дни они кормились молоком матери, потом мясной отрыжкой родителей. Когда зубы окрепли, начали пробовать сырое мясо. Летом дичи хватало и молодняк рос быстро. Родители стали приносить полуживую дичь. Вот тогда и случилась беда с волчонком. Отец-волк принес крупного зайца. Измятый и обмусоленный длинноухи лежал на траве. Волчата окружили жертву, не решаясь напасть. Самый нетерпеливый прыгнул на зайца и вдруг, казавшийся полузадушенный и беспомощный косой, перевернулся на спину и с такой силой ударил задними ногами волчонка, что тот завяжал и отлетел далеко в сторону. Мгновенно пленник выскочил из рассыпавшегося круга зверей, удиравших кто куда, сделал огромный прыжок, скрылся в лесу. Наверное, было бы лучше, если волчонок сразу и сдох. Крепкими, словно железными когтями задних лап зайчище распорол брюхо щенка. Вот так и стал он калекой. Звери не признают больных. Хилому и больному никто не поможет, таков звериный закон. Несколько недель звереныш лежал без движения, по нему ползали муравьи и садились мухи, никому не нужный, позабытый братья игнорировали его, родители не обращали внимания. Звериная живучесть и инстинкт самосохранения дал еще один шанс. Залезав раны, он пошел на поправку. Что он мог поймать и на что охотился? На мышей, лягушек, ящериц. Волчонок усвоил жестокое правило, поймал-съел, а то старшие отберут, вдобавок покусают. Калека навсегда потерял положение в стае. Теперь постоянно старшие донимали болезного, таскали за облезлый хвост, сильно кусали, если он не успевал спрятаться. Он так и не вырос был наполовину ниже и слабее своего собратьев. Вся семья отвергла хилого звереныша, выгоняла из логова и стаи. Он спал не уходя далеко, но не в тесном теплом логов. Есть неписанный звериный закон, выживает только сильнейший. Слабых и больных убивают. Что ждет калеку зимой, смерть от своих или от мороза в снегу? Совсем плохие времена наступили для волчонка. Он хотя и подрос, на скудных харчах, все равно остался слабым, хилыми с кривыми недоразвитыми лапами. Старшие стали донимать его все чаще и все злее, в них просыпался хищник. Слабый волчонок был удобной добычей для тренировок инстинкта. Они с каждым разом кусали его сильнее и сильнее. Он случайно нашел брошенную нору енота. Енота еще в начале лета разорвали волки и нора превратилась в его дом и убежище. В эту тихую октябрьскую ночь валил снег крупными тяжелыми хлопьями. Утром солнце заиграло на заснеженных деревьях. От белизны снега и лучистых бликов волчица щурила глаза, вела стаю к норе колеки волчонка. Она знала не убежать дохляку от стаи. Вчера волчонок добыл маленькую мышку, которая только усилила голод. Не поймать теперь ни лягушки, ни ящерицы. Болото и ручьи покрылись льдом. Лесная одинокая жизнь научила осторожности, развела у него слух и обоняние. Еще издалека он почувствовал приближение стаи. Чутко уловил запах волчицы и собратьев. Страх вызвал дрожь. Его звериное нутро кричало «Берегись!» «Они пришли за тобой!» Недолго раздумывая, один из переярков полез в нору. Он смог просунуть только голову. Волчонок цапнул его за нос, тот взвизгнул и, выскочив с рычанием, начал лапами разрывать проход. Звереныш уполз глубже в нору, где и сам уже еле помещался и затаился. Волки не уйдут и будут караулить. День уходил волчонку холодно и голодно, но страх сильнее этого. Он чутко прислушивался и понимал, что делается снаружи. И вот услышал зов волчицы. Караульщики убежали, путь свободен. Инстинкт подстегнул его, выскочив из убежища, как можно скорее и быстрее, насколько хватит сил, убежать подальше от логова. Куда он бежал, он не знал, только испуг, что могут настигнуть и тогда расправа будет страшной и смертельной, гнал его без оглядки. В лесу по снегу бежать трудно и, выскочив на лесную дорогу, припустил еще быстрей. Волчонок не заметил человека, идущего по дороге, когда налетел на его ноги. Повалился на спину, поднял недоразвитые лапы вверх. Он ожидал удара, боли, даже смерть. Человек присел, погладил щенка по голове. Первым желанием было вцепиться зубами, но от руки шло тепло. Добрые ласки лесника остановили роковой порыв. Он позволил взять себя в руки, человек поднял на уровень лица и пристально посмотрел на волчонка, поворачивая, то в одну сторону, то в другую. Ему пошел четвертый месяц, звереныш за лето не подрос и походил на трехмесячного щенка собаки. Человек улыбнулся, засунул его за отворот своего полушубка, оставив снаружи только голову детеныша. Тепло, уютно устроившись волчонок под плавное покачивание человеческой ходьбы, заснул. Природа дала ему еще один шанс. При хорошем уходе станет настоящим волком и будет служить человеку, спашивая его. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!